Добрый день дорогие друзья! Для того, чтобы качественно провести мероприятие с использованием skype, в том числе потоковое вещание, не требуется особое знание. Главное условие, чтобы у вас была установлена программа и вы имели к ней доступ. Итак, открываем эту программу и начинаем смотреть, что мы можем сделать заранее до начала мероприятия. Это не сложно. Дорогие друзья, начнем с личных данных и с проверки моего аватара. Это то изображение, которое будут видеть мои собеседники в тот момент, когда я камеру отключил. Я рекомендую вам использовать фотографии высокого качества для проведения официальных служебных мероприятий. В том числе вы можете сразу использовать изображение из камеры, включить вот так вот камеру, сфотографироваться, сделать снимок. Вот так вот. И если вам он нравится, вы можете его использовать. Вот так вот подвинуть. Но я лучше воздержусь и буду использовать изображение из отелье. Отлично. Следующий шаг. Не сохраняю. Следующий шаг это настройки. Инструменты, настройки. Запомните это меню и выберите группу настройки звука для начала. Самое главное, чтобы ваш микрофон работал. Когда вы видите этот зеленый индикатор, значит микрофон работает отлично. Если не работает, попробуйте или сменить устройство. Вот сейчас оно не работает. Или проверить штекер в вашем устройстве. Итак, микрофон есть. Осталось проверить, слышно ли, услышу ли я моих собеседников. А их нет. Для этого достаточно нажать вот на эту кнопочку. Проверить динамики. Мы слышим, как наши динамики действительно работают. Все. Но мы не знаем, как работает наш интернет. Давайте-ка сделаем контрольный звонок в скайп. После такого контрольного звонка мы сможем убедиться, что действительно нас хорошо слышно. Длительностью до 10 секунд. Затем вы сможете прослушать свою запись. Это самоконтроль. Сейчас моя речь передается на сервер и там она будет храниться. Я могу ее послушать и убедиться, что моя речь идет без искажений. Сейчас моя речь передается на сервер и там она будет храниться. Я могу ее послушать. Отлично. Вот эту вот кнопочку чат, пожалуйста, запомните, в ней можно видеть чат и ввести переписку чат. Это беседа. Отлично. Все. Проверку эту я выключил. Итак, она была. Инструменты настройки. Настройка звука. Сделать контрольный звонок в скайп. Пожалуйста, запомните эту проверку. Она будет очень полезна. Один раз сделайте и больше вам она не потребуется. И последний этап это настройки видео. Вот мое видео работает. Я себя вижу, я себя выравниваю по центру. Вижу, чтобы моя верхушка не обрезалась. Ну, то есть, вы сами понимаете, о какой конфигурации лучше нас могут видеть остальные по центру. Чтобы свет был, чтобы не ослеплялось лицо, чтобы оно не было в темноте. Вот это нормальное положение. Все. И, пожалуй, все. Осталось только научиться, находить нас в интернете. Находить. Вот я сейчас напишу мой skype ID identification number. Юрий нижнее подчеркивание B. Это я. Вот так вот можно найти меня в skype. Ну, вот так вот он не находит, потому что я это я. Вот когда вы так вот ведете, вы увидите вот именно так, как я выгляжу. Можно еще меня найти через Белоножкин Юрий Николаевич. Ну, поскольку это я, поэтому меня он не показывает. Но если вы вот так вот ведете, вы легко найдете меня. Я скажу, что после того, как вы это сделаете, просто так связи может и не быть. Скорее всего, и не будет. Нужно послать вот Юрию Юрьевичу. Вот он у меня в контактах. Мы с ним можем переписываться. Но если это новая запись в контактах, нужно отправить сообщение. Ну, давайте покажу, как это. Вот некто Чернов. Так, это не то. Так, но это у меня есть. Попробую найти, кого у меня нет в контактах. Коллеги, вот я сейчас нашел какого-то незнакомца. Фамилия Черновский. Так вот, когда вы найдете нужного вам человека, надо, чтобы он попал в список ваших контактов. Без этого связи, скорее всего, не будет. Видите, и чат не будет работать. Нужно нажать на кнопочку вот эту. Так, извините, я сбилась. Вот. Нужно нажать на кнопочку добавить список контактов. Вот я рисую на экране. Я не буду сейчас этого делать, потому что этого человека не знаю. Но если вы знаете его, вы должны это сделать. И пока он не примет сообщение, а оно высветится у него, пока он не примет, да, принять список контактов, у вас связи не будет. Обратите на это внимание. Ну, и в нашем мероприятии, когда мы будем с вами проводить подключение к роли спикера по скайпу, пожалуйста, заранее свяжитесь вот со мной, проверьте связь со мной и обязательно ждите приглашения. Я вас сам вызову подключу. Не вы на меня звоните, а я вас подключу. Если у вас будут возникать вопросы, вы мне в чат пишите вот сюда. Еще можно в ютюбе там, но если вы спикеры, вы можете писать здесь прямо мне в чате. Спасибо. До свидания, дорогие друзья. Спасибо. Продолжение следует...